Безусловно, я, как и любой живой человек, мне кажется, как и вовсе, не лишена тщеславия. Поэтому я, конечно, не могла не написать такой стишок, который понимает, что двигаясь вперёд, я однажды вот выйду, обязательно прочту, и этот человек будет в зале, и он услышит. Пока не случилось. Но я читаю. Когда я стану известна в твоих кругах, в моих попроще, поможет Оля. Жизнь подтасует ходы и выходы, мы обязательно встретимся. На танцполе не будет возможности выдыхать, пока я буду метать глаголы. Ты, наконец, услышишь, я буду тебе читать. Я выйду со сцены голой, в расплавленный жаркий зал, скорбящий чужими лицами. Я выйду на спотыкающихся ногах к тебе, как корлишь ты небылицами, скажешь ты. И это меня не убьёт, конечно, а сделает посильнее. То, о чём я знаю в своих стихах, не делает меня несчастливее и невзрослее. Я утекаю по букве в свои слова. Я разлагаюсь на страхе, вино и гордость. Я состою из сплошного ты, прячу его от себя же в больные слоги. Мне не хватает местоимения, особенно мы. И я всё время ищу предлоги, чтобы нащупать тебя, прочувствовать и спасти, вынести на руках из залитого кровью зала. Только одно я отчаянно не пойму, Почему Господь на меня глядит и не видит, как я сама от себя устала, Тому же, как от тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ